Итак, вот диапазон на нефти. В нем есть другие уровни, намеченные на фрейме. Внутри диапазона, на который я тут указываю, но ничего замечательного. И это возвращает нас к месторасположению, к этому понятию. Возвращаемся к понятию месторасположения. На самом деле мы не хотим искать спрос выше этого, выше этой области. Так? Основание этого диапазона находится прямо тут. Таким образом, цене не должно быть сложно снизиться через этот диапазон, если будет причина для снижения. Любые события, приводящие к негативному восприятию. Это потому, что мы уже были здесь внизу. Однако зона спроса здесь ниже 8000 не была снова посещена. Это след от покупок больших учреждений умных денег. Это свежая, качественная зона спроса, ниже диапазона. Затем, конечно же, находящиеся выше. Вы знаете, можно было бы подумать, что мы ищем зону предложения прямо выше области 9500. Но если там было много предложений, то как цена смогла рывком подняться выше? Ответ? Его там не было. Но фактически ниже этого не может быть очень много предложений. Далее мы смотрим влево. Да, мы можем посмотреть, что там внутри. Но правильное было бы следовать нашим правилам и посмотреть, что находится выше этого пивота. Мы это делаем и приходим к нашей свежей зоне предложения, которая находится выше. Если есть кто из Индии, то вы могли бы увидеть, что на 4-часовом графике нефти находится эта зона. И снова, там есть уровни на меньших таймфремах. Но если вы хотите получить большую вероятность, то это то, что вы бы искали. Продолжение следует...